Я сейчас раскрою секрет, который, может быть, нельзя раскрывать. Прошло 11 лет. Он у меня до сих пор лежит в качестве жилеца. Попросить нас ласково что-то купить. Прямо тогда охлебнуло этого горя. На том месте мы мыли все. Крутит пальцем у виска, что ты опять со своими ниточками. Куда ты эту петлю? Зачем? Я тебе говорила. Как забить гвоздь в стену и как связать чепчик ребенку. А сможешь ли ты... Обуздать свою плотность. Визуальные истории. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Визуальные истории». Это авторский проект магазина пряжи «Айнитки». Здесь мы обсуждаем вязание, узнаем что-то новое и, конечно, рассказываем свои визуальные истории. В этом выпуске мы хотим поднять тему модного вязания и современных тенденций в создании пряжи, описаний и мастер-классов. Для начала хотелось бы представиться. Меня зовут Настя, мне 30 лет и я работаю в магазине пряжи «Айнитки» уже полтора, скоро будет два года. Сначала я работала аккаунт-менеджером, потом занималась клиентским сервисом. Сейчас непонятно, чем я занимаюсь, но вот делаю подкаст. Вяжу я основательно как раз вот только эти два года. До этого колупалась в носках, в свитерах. Ну, ничего такого сверхъестественного. Яна, пожалуйста, представься. Ну, как ты уже сказала, да, Настя, меня зовут Яна. Я являюсь основательницей магазина пряжи «Айнитки». Вместе с мужем мы основали этот магазин более семи лет назад. И возраст моего вязания измеряется возрастом моей старшей дочери. Это очень удобно. Очень удобно, да. Я вяжу почти 13 лет. Мне немножко не повезло, меня не научили вязать в детстве. Поэтому я наверстывала всё уже сама. Но слава богу, что в том современном мире, в котором я постигала вязание, уже был интернет, уже был форум «Осинка», уже был YouTube. И, естественно, это всё можно было сделать самой. Уже не нужен был практически никто для того, чтобы освоить это прекрасное занятие. Ну, ты компенсировала знатно отсутствие вязания в детстве таким. Просто создала свой магазин пряжи, чтобы вязать. Это очень масштабно. На самом деле есть тут небольшая тонкость. Обычно есть такое предубеждение у людей, что я вот вяжу, вот я открою магазин пряжи, я буду в нём вязать. Нетушки, так не работает. Когда ты открываешь магазин пряжи, вязать ты перестаёшь. Нужно нанимать человека, чтобы он вязал за тебя. Ты смеёшься, но это факт. Понятное дело, что вязать я вяжу, но не в том объёме, в котором хотелось бы. И очень часто я вяжу для магазина. То есть, поскольку мне, как никому другому, важно какие-то вещи, чтобы пряжа продавалась, чтобы люди поняли её, мне нужно это сделать самой, никому кроме меня. По большому счёту, мне реально это и не нужно. Вязальные истории Дорогие слушатели, мы рекомендуем вам взять в руки вязание сейчас. Взять свой проект, спицы или крючок. Устройтесь, пожалуйста, поудобнее. И в ближайшее время приводитесь с нами. Возьмите чашечку чая, устройтесь в любимом кресле. И давайте будем начинать. Предлагаю для начала обсудить современные тенденции в производстве пряжи. Что я имею в виду? Есть такое ощущение, что с каждым годом производители пряжи всё больше экспериментируют. Ну вот, например, с формой. То есть, разнообразие пряжи по степени крутки, формата шнурка, вкраплений люрекса, пайеток и травки цепятся на нас со всех сторон. Мы постоянно видим эксперименты с цветом, ручное окрашение, невероятные градиенты, абстрактные и конкретно выкладывающиеся в узоры. Также по составу. Сейчас можно найти абсолютно любой вариант на любое время года, на любой запрос, тактильные предпочтения. И вот смотри, не кажется ли тебе, что сейчас, в принципе, не обязательно хорошо уметь вязать? Ну, потому что такая примечательная, яркая, самостоятельная пряжа, она как будто бы компенсирует вот эту нехватку сложного кроя или деталей в изделии. Можно, в принципе, в целом обойтись каким-то банальным построением изделия своего. Вообще, Настя, ты затронула очень глобальную тему. И достаточно злободневную, я бы сказала. Потому что вязание всегда сталкивает между собой, внутри себя, да, два направления. Первое – это творчество, а второе – это изготовление изделий уже готовых, да, может быть, на продажу, на заказ. И всегда те изделия, которые изготавливаются для кого-то или на показ, то есть их всё-таки показывают, не оставляют там. Знаешь, как это творчество связало, цветочек положило, я молодец. И лежит он, да. И лежит он, да. А когда это всё-таки оценивается другими, всегда это очень спорно. И здесь тема моды, она очень многогранна. Я думаю, что мы чуть попозже ещё всю её раскроем и сегодня осветим все моменты. Стараемся, да. Да, но если ты начала спрашивать про производителей пряжи, тут надо понимать, что всё-таки это бизнес. Нужно заглянуть немножечко шире, чем твоё небольшое творчество, которое есть, и понять, что это огромный-огромный мир бизнеса. Мир денег, мир заработка, мир больших корпораций. И как любой бизнес, он должен расти, чтобы оставаться на плаву. И тут уже то, что мы видим непосредственно на полках в магазине, оно ножками растёт из того, зачем существует компания по производству пряжи. И как в любой компании, ей нужно продать эту пряжу. То есть их задача как можно чаще, как можно больше попросить нас ласково что-то купить. Как ни крути, всё идёт от этого. И всё вот это изобилие, оно идёт от того, что они продали один раз, им нужно продать ещё. Каждый год меняются практически в каждом бренде коллекции. Понятно, что есть какая-то базовая пряжа, которая составляет некий костяк бренда. Обычно это, допустим, вереносовая шерсть, какая-то базовая хлопковая пряжа и, допустим, базовая носочная пряжа. И пряжи, которые с года в год компания производит, и они тоже достаточно спокойные сами по себе. Но обязательно, в обязательном порядке, каждый год компания производит огромное количество разных новинок. Потому что, как ни крути, это один из самых сильных наших мотивов попробовать что-то новое. Залезает в голову к нам. Да. Поэтому надо это принять и действительно понять, что всё, что происходит, оно обусловлено всё равно каким-то меркантильным интересом производителей. Но это хорошо. Разве это плохо? Ну, смотри, а как, вот если в разрезе именно мастерства вязальщицы? То есть, получается, я могу особо не уметь вязать, там, не знаю, какой-то классный джемпер в плане выкройки. Могу найти простейший МК, взять буклированную пряжу или травку, или что-нибудь с градиентным переходом цвета, с люрексом каким-нибудь, и связать эту простейшую выкройку, и у меня получится такой авторский джемпер. И не будет видно, что я там где-то, может быть, петелька неровная, да, где-то гладь пошла, где-то я с ростком не угадала, потому что, ну, само изделие такое вот как бы волшебное, авторское. Ты правильно заметила, что действительно пряжи многоразные, и естественные производители залезают в голову конечному потребителю для того, чтобы как раз и вытащить тот самый мотив, про который ты сказала, что многие воспринимают вязание как хобби. И для них совершенно не хочется учиться серьёзно, уделять этому много времени. У них есть своя работа, у них есть дети, у них есть куча-куча задач в этой жизни, которые они решают ежедневно. И с помощью творчества они просто хотят отдохнуть и, естественно, получить на выходе готовый, ну, достаточно гарантированный результат. Ну, такой побочный эффект отдыха, это всё-таки изделие готовое. Да, в этом и плюс вязания. Наше хобби очень полезное, это безусловно. Поэтому, естественно, люди выбирают вот эти готовые пряжи, фэшн-пряжи с какими-то эффектами, с какими-то готовыми принтами, как ты перечислила, да, они могут выкладываться в какой-то узор. Это может быть просто букле, который компенсирует недостаточную ровность петель, потому что, ну, действительно, человек вяжет, расслабляется, получает удовольствие. Зачем ему следить за рядностью, думать, вот правильно ли спицы он подобрал, или всё-таки нужно троечку, или 3,25? Вот особенно, да, в поворотном изделии, как человек, который вязал топик поворотными рядами, я вот прямо тогда охлебнула этого горя с этой уменьшённой спицей наизнанке. Но зато потом как приятно, когда ты победила эту рядность, это прямо как поле боя, на самом деле. Вот именно. То есть здесь всегда есть такой момент между тем, кто хочет просто отдохнуть, и между теми, кто хочет расти в вязании. И когда ты, конечно же, хочешь вырасти в вязании, освоить новые техники, новые конструкции для себя, конечно же, ты готов уделять этому больше сил и времени. Опять же, чем больше разнообразия в пряже, тем больше людей может приобщиться к вязанию и найти среди всего многообразия то, что понравится именно ему. Ну, это правда. Да, да. Не существенно, но она была одна, и мы уже что только не делали, чтобы хоть что-то из неё получить. Сейчас, конечно, мир совершенно другой с точки зрения вязания, и это хорошо, потому что у нас есть разные регионы, у нас есть разные национальности внутри нашей страны. У нас кому-то нравится люрекс? Пожалуйста, вяжи с люрексом. Не нравится люрекс? Пожалуйста, вяжи с люрексом. У тебя хорошее мастерство, и ты можешь выдавать хорошие петли. Пожалуйста, бери базовую пряжу и делай вещи, как в магазине. Кстати, извини, что перебила, я сейчас, мне в голову пришла идея. Я вот жду новинку такую, наверное. Представляешь, свитер. В общем, чтобы в матках уже был заложен узор, но не такой узор ритмичный по всему изделию. А, например, я хочу, чтобы посередине на груди у меня был, не знаю, гигантский цветок, или слон, или домик, или какое-то абстрактное, какое-нибудь пятно цветное. И вот, чтобы производитель рассчитал как-нибудь пряжу на тело именно, чтобы я вязала, и она сама выкладывалась в это пятно. Ну, под каждый размер есть такое? Было такое. Да, правда? Было такое, но не на свитер. Это было на маленькие изделия. Не скажу, что такие эксперименты были удачные. Вот все, на моей памяти, сколько было таких экспериментов, они были локальные и не массовые. То есть, это не продлилось больше одного-двух сезонов. Съезжает рисунок. Все дело в нашей плотности, да. Мы все по факту вяжем с разной плотностью, потому что мы вяжем руками. Руки у нас у всех разные. Натяжение, манера вязания, все что угодно. То есть, мы не можем привести себя к какому-то единому знаменателю, чтобы выдавать четко, как машинка, ряд от ряда, ровные петельки в определенную плотность. Была такая пряжа у компании Regia. Это были носочки с облаками, с пятнышками. Да, они были. Какая-то расцветка была, как будто это облачка, а какая-то расцветка, как будто леопардовые пятнышки. Ну, там, если облако съехало, оно уже, по сути, пятнышки. Да. И мы эту пряжу, когда она только вышла, называли квест для вязальщицы. То есть, это действительно, ты покупал моток, чтобы пройти квест. А сможешь ли ты связать? Обуздать свою плотность, да. И мы вязали каждый ряд, то есть, ты вяжешь ряд, и, подходя к этому месту, ты подгадываешь, вязать тебе сейчас плотнее или чуть-чуть рыхлее, чтобы попасть в точечку начало фрагмента. Поэтому вот этот эксперимент именно с четкими узорами. Еще была тоже подобная серия у Regia, и там надо было вывязать очаги пламени, типа пламя костра. И знаю, эксперименты такие делали для Лапапейс. Лапапейс – это такой свитер с узором, вяжется круглой кокеткой. И специальный производитель делал моток, в котором был некий жаккард. Как будто вот пряжи выкрашены так, но все сбивалось. Потому что, если на 44-м размере этот жаккард смотрелся нормально, то на 48-м это был уже каша. Ну да, то нужно делать для каждого размера, извините меня, особой. А как ты сама понимаешь, что это все такая частная уже история, а производство пряжи – это все-таки некий конвейер. Локально, да, пробовали делать вот эти вот моточки, но вот на моей памяти, по сути, больше особо ничего и не было. Идея хорошая. Пока не реализовали, надеемся, когда-нибудь что-то такое реализуют. Вязальные истории. Ну смотри, если говорить об описаниях в журналах. Я специально посмотрела несколько наших журналов из магазина. Плана Гросса, Ланг, по-моему, мне попался. И обычный Бурда вязания. У меня есть такой журнал. Попозже чуть-чуть расскажу, как он у меня появился. Все-таки там описания, вот в наших журналах, составлены для среднего, как мне кажется, такого уверенного уровня вязания. Как правило, там нужно попасть в конкретную плотность вязания. По тексту понять все схемы, обозначения. При возникновении трудностей, в общем-то, обратиться не к кому. Ну, кроме нашего вязального чата, конечно. То есть есть только ты и этот журнал. Расскажи, пожалуйста, как ты, например, раньше вязала по журналам. Было ли тебе с кем посоветоваться, если возникали такие трудности? Журналы, я считаю, что в современном мире это огромное-огромное благо. Как ни крутив. Раньше была энциклопедия домашнего хозяйства, в которой были расписаны самые базовые вещи. Такой прям минимальный набор, прям совсем-совсем. Я тут недавно попросила маму, она мне нашла старую вот эту энциклопедию. И я ее... Теперь она у меня есть дома. Это так здорово, на самом деле. Посмотреть, что было раньше, как вообще это все было. Прям раздел вязания или это... Да. Там есть машинное вязание, там было ручное вязание, вязание гурячком, вязание спицами. Такой базовый талмуд молодой семьи, который выдавался. И там было, как забить гвоздь в стену и как связать чепчик ребенку. Это хорошая идея. Очень. Учитывая, что у нас нигде не обучают, как создавать семью и как воспитывать детей, и как за ними ухаживать. То есть сейчас, ладно, хорошо, есть YouTube. Но там всего слишком много. Да. И поэтому сейчас, когда мы рассматриваем современное вязание, то, конечно же, журналы – это огромное благо. И с точки зрения моды, в том числе. И с точки зрения того, что можно подобрать пряжу или модель под конкретную пряжу. То есть у тебя есть возможность пролистать все и выбрать то, что тебе нужно. И, конечно же, посмотреть на разные стили. Потому что каждый бренд по производству пряжи, крупный, он издает свои журналы или свои описания. И у, например, бренда Ламана – это такой консерватизм. Конкретный-конкретный консерватизм. А у бренда Катя – это солнечная такая фиеста из стали. Это что-то такое очень праздничное. Ну, то есть базовые вещи у них, конечно, тоже есть. Но все равно есть какое-то настроение бренда определенное. И поэтому кому-то заходят модели журналов Лана Гросса по возрасту, по стилю, по концепции, по всему, по вписыванию в гардероб. Кому-то Ламана, кому-то Ланка, кому-то Катя. В общем, мы сейчас в таком изобилии живем, что это все очень прекрасно, то, что сейчас есть. Раньше журналы были более скупыми на фотографии, на описания. Очень часто это были переводные вещи, которые наше издательство, даже ни разу не видев ни эту пряжу, не вязав это изделие, просто переводили и по факту публиковали. То есть человек, не знающий вообще ничего про вязание? Нет, почему? Там, может быть, команду собирали, которая знала про вязание, но они явно не отвязывали каждое изделие. И там то, что было написано в каком-то, допустим, англоязычном или немецком журнале, они просто переводили и издавали. И всегда сложно было подобрать аналогичную пряжу у нас здесь. То есть они все штамповали вот эти вот модели. Но я не могу сказать, что они были какие-то плохие. Или они до сих пор же есть, правильно? Разница, конечно, есть уровня. То есть вот если мы сравниваем сегмент журналов таких вот, типа более дешевых, там Сабрины, Верена, Бурда, там какие-то такие, и тех, которые издают непосредственно сами бренды, конечно, уровень брендовых журналов и описаний, он выше. Потому что у журнала, который является собой просто продукт полиграфического производства, нет задачи продать пряжу. Они, конечно, дают, публикуют у себя рекламу, бренды тоже там публикуются, но они не заинтересованы в конечном результате. А бренды, которые издают свои журналы, они очень сильно заинтересованы в том, чтобы у человека получилось. И я смотрю, как меняются описания со временем. То есть у нас есть такой период хотя бы последние 8 лет, когда мы можем посмотреть, как менялись описания даже в рамках брендовых журналов, которые есть. И они идут от клиента, от запросов конкретных людей. Это безумно приятно. То есть более понятными становятся? Они становятся, во-первых, более понятными. Или ты стала лучше вязать? Лучше понимаешь. Даже не в этом дело. Я здесь не оцениваю вот этот момент. Я оцениваю, например, то, что они идут от запросов людей. Они понимают, что люди хотят вязать бесшовные вещи. И всё больше и больше в журналах появляется описание бесшовных конструкций. Интересно. Даже вот такой маленький сегментик, маленький фрагмент. Больше появляется в журналах разнообразие по непосредственным моделям. То есть не однотипные, а они очень сильно разнообразные. То есть это может быть и по стилю, и по длине, фасону, по всему. Вообще по сегментам. Мне кажется, сейчас можно в журнале найти и аксессуар, шапка, шарф, и палантин, и джемпер, и кардиган, и брюки, шорты, и сумочку. Вообще всё, что угодно. И шапки, и всех видов. И со специализированные журналы по носкам. И по... Это вообще... Понимаешь, что есть... Если раньше это было вот как бы определённый набор вещей, то сейчас мы понимаем, что всего намного больше стало. Они действительно учитывают интересы людей. В журналах появляются и перчатки, которые раньше... Ну, никогда нельзя было там встретить, да. Да, не было перчаток. Ну, по крайней мере, в Лане Гроссе вот 7 лет назад, да, вот если сравнить, там не было таких моментов. Сейчас они выпускают специализированные журналы вот уже с такими тонкостями. Ну, это хорошо. Ну, вот ты сказала про журналы этого сегмента типа Бурда. Я расскажу. Я не знаю, можно это рассказывать или нет. Ну, если что, потом вырежем. Я работаю полтора года в магазине «Айнитки». Журналов вокруг много. Но я вокруг них хожу, листаю. Даже иногда, прошу за это прощение, какую-нибудь модель себе сфотографирую. Типа вот я это буду вязать. Но я ничего не вяжу. Мне страшно. Я ничего не понимаю. Мне кажется, что мне ничего не получится. И из-за этого я и не покупаю журналы. Потому что, ну, журналы, как такая хорошая книга с хорошей типографией, всё-таки стоят, ну, таких адекватных денег. Но всё равно мне жалко именно не денег, а что я куплю, и он будет лежать. Как у меня вот есть коллекция журналов «Эсквайр». И я их не читала никогда в жизни. Я просто бегала по городу и собирала каждый новый выпуск. Вот просто коллекция стоит. И с этим журналом мне так не хотелось поступать. Хотелось всё-таки, чтобы они мне были полезны. Поэтому однажды психанула. Побежала в соседний, у нас тут есть гипермаркет. И случайно наткнулась на журнал «Бурда», который стоил, ну, не знаю, может. Ну, кстати, он не 150, он рублей 300 стоил. Я тогда тоже удивилась. Но я полистала, увидела там какой-то простейший кардиган, как мне показалось, с карманами и пуговицами. Ну, и такая, ну, вот тут-то уж я, наверное, разберусь всё-таки. Это, как мне показалось, для более, ниже среднего уровня вязания. Но так я тоже ничего и не связала. Ирония судьбы. Вот не знаю, какой-то у меня, как у новичка, страх перед этими описаниями из журнала, что у меня ничего не получится. Ну, на самом деле, надо пробовать. Без того, когда, пока ты не попробуешь, у тебя точно ничего не получится. Надо брать и делать. Чем ещё, опять же, вот журналы брендовые хороши? Тем, что ты можешь найти пряжу, которая указана в описании. Ну, это да. И ты всегда можешь поглядеть, а как вообще это получится? А как пряжа вот такого состава будет выглядеть вот в этом изделии? Ты знаешь, их можно рассматривать с точки зрения образовательной платформы. То есть ты, листая их, ты обогащаешься знаниями, ты обогащаешься неким опытом в целом, насмотренностью, пониманию, да, вот этого всего. Забыла последнюю ещё сказать вещь, которая тоже такая тенденция современных журналов. Они увеличивают размер, размерную сетку. То есть если раньше можно было встретить в журналах только размер 46-48 и всё, то есть всё, был один размер. Один и всё? Ну вот раньше, давным-давно, да. То есть это... Это грустно. Пять лет назад там было три размера, то есть условно, да, там S, M и L, а сейчас ещё добавили XL и XXL. Вот это подарок. Здорово. И опять вот это я говорю о том, что всё-таки они учитывают наши запросы и потребности, чтобы нам... Что мы толстеем. Что мы много едим, да. Я тоже шутила. Ну я, да, не принимаем свой счёт, это вообще не про нас. Ну тоже тут надо понимать, что... Да нет, конечно, хочется, например, оверсайз вязать тоже. Да даже не оверсайз, а представь себя на месте человека, который размеры XL даже хотя бы, и который не находит своего размера ни на вешалке в магазине, ни в описании журнала. Ну согласись, неприятно. Вообще обидно. Вот, и поэтому наоборот, это хорошо. Это как бы учитывание этих людей в обществе и принятие их. Это, я считаю, очень позитивная тенденция. Я тоже с этим согласна. Ну если ещё вернуться к тому, почему я не вижу... Ну вот я, как новичок, не вижу из описаний. Я стесняюсь задать вопрос где-то даже в нашем вязальном чате в Телеграме. Ну какой-то банальный. То есть я там взгляну на описание, а что вот этот значок обозначил? Ну или что значит строка там, перенеситесь на 7 рядов и сделайте какой-нибудь кульбит? Я боюсь, что я не пойму и напишу в чате. И там, конечно, мне ответят. Я мозгом понимаю, что мне вязали наши приятные, великолепные, добрые женщины и девушки. Они ответят. Ну как-то вот страшно выглядеть глупо, может быть. Согласна, что разобраться в журнальных описаниях это тоже нужен навык. Потому что лично для меня минус журнального описания это вот эта попетельная история. Потому что я её не понимаю, когда тебе говорят, закройте 3 раза по 5 петель, 2 раза по 1 петле и там 7 раз по 3 петли. Звучит страшно. И это всё в одну строчку маленьким-маленьким ещё с сокращениями P точечка. То есть ты понимаешь, что они в одной строчке хотят уместить очень много информации. И я её перевариваю, переосмысливаю для себя. Я беру листочек. Я человек визуал, я человек схемка. Ну я тоже, да. Я беру и просто это всё зарисовываю. То есть чтобы мне осознать какие-то моменты из журнального описания, мне очень сильно помогает отрисовывание процесса. Вот, это, кстати, лайфхак. Я считаю, что если вам где-то, ну, что-то кажется тёмным лесом, возьмите карандаш и листок бумаги. Порисуйте. Порисуйте, посмотрите. То есть попробуйте прорисовать свой путь, как вы это будете вязать. Там в журналах очень ценное, безумно ценное, это схемы, которые сейчас есть с сантиметрами. Что это значит? То есть в журнале описание, оно состоит из нескольких частей. Ну, естественно, красивые фотографии. Естественно, указание пряжи и, как ты правильно заметила, плотности. Потом есть блок вот этого попетельного описания. То есть на спинку наберите 125 петель, бежите в 7 сантиметрах. Там всё такое, там 14 рядов. Ну, вот такая вот история, текстом описанная. А рядом нарисована выкройка. А выкройка изделия в сантиметрах. И если понятно, что может не для самого-самого новичка, но для такого уже уверенного новичка, который пробует, экспериментирует и ищет, который понимает, что такое плотность своего образца и готов посчитать её, и перевести в сантиметры, для него эта выкройка просто манна небесная. Вообще не нужна та пряжа, которая в описании. У тебя выкройка есть? Ну да. Всё, у тебя есть вот эти, например, ширина 54 сантиметра. Бери любую пряжу, бежи любой образец, и у тебя будет ширина 54 сантиметра. То есть и набирай столько петель, сколько тебе нужно. Точно так же высоту, точно так же можно обсчитать все какие-то кривые. То есть есть кривая пройма, есть ширина плеча, есть скос плеча. То есть все вот эти вещи, они все, в принципе, обсчитываются. Чуть-чуть, конечно, навыка надо, но это реально. Ну, это плата за то, что ты получишь классный свитер. И у тебя сразу не одно описание из журнала, а ты его хочешь. Вот на самом деле, вот я сейчас раскрою секрет, который, может быть, нельзя раскрывать. Так-так. На самом деле бренды из журнала в журнал, они отвязывают одни и те же выкройки из разной пряжи. Что? Подождите, давайте поподробнее здесь. То есть есть вазовая выкройка кардигана. Так. И на самом деле она одна, и они её отвязывают из одной пряжи, в следующем сезоне из другой, ещё через сезон из третьей. Ах, они жулики. Понятно, что тут где-то они поменяют, ну, на несколько сантиметров длину рукава, добавят карман, уберут карман. Повыше карман делают. Да, переделывают планку, которая вяжется где-то резинкой один на один, где-то два на два, где-то они нацельно вязаны. Вот так всё прозаично. Ну, по-честному, по-честному выкройек не так много. То есть есть выкройка, есть выкройка реглана, есть выкройка спущенного плеча, есть выкройка погоны, да, японского, да. Ну, супер каких-то сложных современных конструкций в журналах мы, конечно, не встретим. Почему, опять же? Потому что, ну, вот, например, японское плечо. Ну, это достаточно современная конструкция. Возможно, мы в ближайшее время и увидим её в журналах, ну, например, так через год-два, когда они догонят вот эту тенденцию, они поймут, что, опять же, мы её уже вяжем и тоже внедряют её в журналы. Мы вяжем, имеется в виду, на курсе по японскому плечу. Это да. Такая нативная реклама. Да, мы впереди планеты все, я считаю. И выпускают описания уже такие вязальщицы, которые, ну, например, блогеры, да, и которые сами дизайнеры описаний. Естественно, бренд на это отреагирует рано или поздно, они это всё внедрят, так что я думаю, что мы это увидим. Но надо понимать, что все эти описания в журналах, они рассчитаны на, как я сказала, уровень такой, мы его в школе вязания называем, уверенный новичок, который, в принципе, уже умеет вязать, хотя бы там лицевые, изнаночные, убавки, прибавки и укороченный ряд. Это вот, наверное, там, закрытие иглой, то есть какой-то такой базовый навык совсем, и опыт, естественно, то есть набитая рука. Вот это, наверное, характеризует вот этот уровень. И неуёмное желание экспериментировать. Да, вот я хотела добавить, что должно быть необъятное, огромное желание экспериментировать и познать вот эту новую для себя форму. И обязательно, слушатели наши дорогие, пишите, пожалуйста, ваши истории. Если вы слушаете нас на YouTube, у вас есть прекрасная возможность в комментариях под этим выпуском рассказать нам какие-то забавные или важные истории, связанные с тем, как вы вязали по описаниям, из какой-то обычной пряжи или экстраординарной пряжи, что у вас получилось, ну, что-то такое, что поможет другим вязальщицам чувствовать себя спокойнее и увереннее. И также для всех остальных, кто слушает нас на других площадках, можете переходить по ссылке в описании в наш вязальный чат Айнитки и делиться там тоже своими историями, мы с удовольствием почитаем. Нам всегда очень это интересно. Вязальные истории. У меня есть две истории, которые связаны со мной и с описаниями. Правда, не совсем из журналов, хотя, возможно, они где-то в журнале и публиковались, но на тот момент этих журналов, ну, вживую я не видела. Это было самое начало моей вязальной карьеры. Первое был кардиган, который я нашла на просторах интернета в качестве англоязычного описания. Ну, ты английский знаешь хорошо. Я знаю английский, но, опять же, я знаю бытовой английский, но это такой уже цельный профессиональный сленг, его, естественно, надо отдельно узнавать. Я только лупу, петлябоку вспомнить и что там ещё? Там термин шифруется КП-2. И вот бог пойми, что это значит КП-2. КП-2 так называется КП. И тогда это было на осинке. Я кликнула громко, и ко мне прибежали люди, которые готовы были мне помочь перевести это описание с английского. Мы его перевели, и я начала вязать. Но знаний на тот момент у меня было крайне мало. И даже по супер вот этому подробному описанию «перекиньте две петли, поставьте маркер, провяжите одну петлю, развернитесь», я висла. Поскольку не было никакой графической вот этой вот истории, схемы ещё это было с переводом, то есть там не адаптировано было под понимание простого человека. И это должен был быть кардиган, который до сих пор остался жилетом. Прошло 11 лет. Он у меня до сих пор лежит в качестве жилета. Самый долгий недовязый историй. Это мой самый грандиозный недовяз. Ну, блин, ну жилет – это уже победа, я считаю. Я думала сейчас сказать, что это получилась шапка или шапка. Я спотыкнулась на окате рукава, который был цельновязанным, вывязывался из проймы, и я не понимала, как вывязывать этот окат рукава. Я не поняла это в описании. Естественно, сейчас я его с закрытыми глазами свяжу, и вообще мне не нужно это описание в принципе. Вообще-то зажгла его. Но на тот момент я не понимала, «А как мне это делать?» Бросила. Вот. Ну, в общем, у меня такая вот эта… Мне кажется, у каждого новичка такая история есть. Поняла и бросила. Да, это грустная история. А хорошая история, она связана с другим изделием. Это был свитер из журнала «Вок», тоже переведённый уже кем-то на русский язык. Он, кстати, до сих пор существует на пространстве интернета. Вок, в смысле «Вок», «Вок»? Есть «Вок» нитинг, да. Есть такой журнал «Вок» нитинг. «Вок» опасно. И тоже они издают модели, только его в целом журнал не переводят на русский, то есть не перездают сейчас в России. А раньше вот отдельное описание переводили, и их можно было найти. И это был свитер «Аранами сверху круглой кокеткой». О, Господи. На тот момент я даже косы не вязала. Ну, я представила себе, мне уже страшно. Но на самом деле меня спасло что? Что вся схема была отрисована вот этого «Арана», который расширялся по кокетке, она была в схеме. То есть мне не нужно было описание. Была схема, всё порядное. Я просто по ней пилила, и всё. Единственный момент, это я не понимала какие-то переплетения, такие сложные, прям такие тройные, перехлёстые. Но на тот момент у меня уже появились вязальные подруги, которые мне просто на пальчиках показали, как перекидывать эти петельки, как провязывать эти «Араны». И этот свитер есть, он прекрасен, он до сих пор жив. Хэппи-энд. Я, правда, из него немножко выросла в плане размера, но его прекрасно носит моя дочь. Вообще, да, это очень удобно. Вот здесь как раз ты правильно сказала, очень важно на моменте, когда ты куда-то упираешься, когда ты упираешься в своё непонимание, незнание, чтобы было у кого спросить. И это, опять же, помогает сейчас освоить какие-то те вещи, которые раньше казались просто недостижимыми. Это правда, да. Поэтому очень сильно советую всем присоединяться к нашему визуальному чату. Мы его не просто так создали. Я вот сейчас понимаю, в чём была идея создания. Мы были все на том месте. На том месте мы были все. Когда ты начинаешь, когда ты в панике, когда ты в одиночку, когда тебе некому просто сказать, спросить и поплакаться, кто-то и поддержал, и посоветовал. Многие из нас находятся в своём творчестве, в изоляции. Когда ты сам горишь, тебе кайфово, тебе хорошо, ты в этом просто вот находишь себя. Ну, у тебя никто в окружении не вяжет, крутит пальцем у виска, что ты опять со своими ниточками, со своими петельками. Никто вокруг тебя не понимает. Ты там что-то сделаешь, и тебе даже некому прийти вот так это показать. Смотри, я это сделала. Тебя просто не поймут. Тем ценнее вот этот чат, когда ты можешь сделать это, выложить и сказать, девочки, я это сделала, я горжусь собой. Все напишут, мы тоже тобой гордимся. Да, накидают реакции. Ты такая, да, ещё 100 человек, меня понимают точно. Остальные понимают, но молчат. Друзья, хотите узнать интересный факт про журналы? После образовательных реформ Екатерины II в моду вошли начитанность и интеллект. В конце XVIII века барышни высшего света сочиняли стихи, интересовались науками и иностранными языками. В этот период в России сформировалась аудитория потенциальных читательниц глянца, который, конечно, уже давно был востребован в Европе. Есть информация, что первооткрывателем женской прессы в России стал известный издатель Николай Новиков. В 1779 году он выпустил журнал «Модное ежемесячное издание» или «Библиотека для дамского туалета». Не самое простое название для запоминания. Чтобы как-то оправдать название, в приложениях к номерам иногда печатали красочные картинки с заграничными нарядами. Каждую иллюстрацию авторы сопровождали ироническими подписями. Например, «Щеголиха на гулянье» или «Чипец Победы». Видимо, в попытках высмеять женскую страсть к красивым платьям и шляпкам. Сейчас, я думаю, девушек, а уж вязальщиц точно не напугаешь такими прозвищами. Например, я считаю, что каждый мой чипец — это чипец Победы, потому что я победила и связала его сама. В общем, тот журнал просуществовал всего год, так как не вызвал особого интереса у читательниц и оказался коммерчески невыгодным. Что неудивительно, ведь основное содержание номера вообще не соответствовало названию и несло в себе скорее воспитательную функцию. Кроме каких-то женских романов и стихов о любви, в модном издании публиковались наставительные притчи Сумарокова, шарады и любопытные факты из жизни. Как прекрасно, что нынешний выбор журналов намного шире, и уж точно визуальные журналы занимают в нем отдельную яркую нишу. Это была рубрика «Интересный факт». Пишите в комментариях и дайте нам знать, если вам понравился такой формат. Вязальные истории Настя, продолжая тему модного вязания, мне очень хотелось бы обсудить такой момент, что у вязания, как и у любого творчества, есть две крайности. Первое – творю, что хочу, и никто мне не указ. И тогда в таких ситуациях очень легко скатиться в безвкусицу. То есть, если мы воспринимаем наше творчество как нечто, не имеющее никаких рамок, правил, границ, запретов, пожалуйста, мы делаем то, что нравится именно нам, и нужно оно кому-то, не нужно, это приводит к таким вещам, которые, ну, например, не имеют никакой функциональной ценности. То есть, просто вот делаю то, что красивенько, и вот оно лежит, радует мой глаз. Или я потом не знаю, куда это деть. Но я заняла себя, и это моё творческое... Ну, глаз радуется. Глаз радуется один, а второй думает, куда это спрятать в доме. Второй дёргается. Или кому это подарить. А вторая крайность – это создание вещей, когда мы оцениваем любые созданные другими, в том числе вещи, как соответствие или несоответствие тому, что в данный момент продаётся в масс-маркете. То есть, это ситуация, когда мы вяжем изделие, или кто-то вяжет изделие, мы на него смотрим и сравниваем вообще, оно современное ли, вписывается ли оно в общие принятые рамки моды. Насколько идеально оно связано. Насколько хорошо. Чтобы выглядеть фабрично. Да, насколько качественно и хорошо оно связано. И вот эти все вещи, да, и здесь у нас получаются такие качели, да, и каждая вязальщица, она на них вынуждена балансировать между тем, что делать, вот просто попробовать, ой, хочу вот этот цветочек связать, а потом думаю, господи, куда мне этот цветочек? Ну, связал я его, и дальше что? И между тем, чтобы загнать в себя в рамки создания качественной вещи, к которой не придерёшься, но творчество ли это? Это уже нечто, больше сходит в работу. Это как, знаешь, у нас в театральном говорили, у тебя есть талант, а есть навык, есть ремесло. То есть мало того, мало отучиться и иметь какую-то предрасположенность к чему-то, но когда ты входишь в эту колею и постоянно этим занимаешься, ты познаёшь ремесло. И вот мне кажется, вот в плане фабричных и магазинских таких изделий, ну, супер качественных, супер дизайнерских, такие вязальщицы, они действительно уже переходят на новый уровень, не просто профессиональные вязальщицы, а вязальщицы, которая овладела ремеслом производить вот такие безупречные свитера. Там неважно, какое там плечо, она знает все плечи, она знает все карманы, все кетлёвки, все полочки. И, ну, это прям отдельная каста людей. Остаётся ли в этом место удовольствия? А как? Ей же нравится, что она такая ремесленница. Ремесленница. Да, думаю, остаётся. Ну, мне кажется, всё равно часть медитации в этом есть, она же вяжет. Даже так, из-за того, что она так хорошо вяжет, и она знает предсказуемо, какой у неё будет результат, она, наоборот, испытывает больше удовольствия. Потому что есть такой эксперимент в науке, когда обезьянке давали её любимый виноградный сок за то, что она правильно выполняла задание. И измеряли, соответственно, уровень дофамина или чего-то там в голове. То есть это всё измерялось. И в какой-то момент учёные пришли к тому, что обезьянка, отвечая уже на вопрос правильно, в этот момент у неё больший уровень вот этого гормона или там радости в организме, чем когда она уже получила и пьёт этот напиток. То есть в процессе, когда она уже знает, что она его получит, она более счастлива и довольна. Ну, то есть ты говоришь о том, что испытывают кайф от умения, кайф от обучения. И это как раз к тому, что учиться-то всё-таки надо. Надо расти в вязальном мастерстве, то есть не оставаться в этом творческом потоке каких-то проб, развиваться, учиться, идти на вязальные курсы, покупать мастер-классы, покупать журналы, вязать по ним, да, пробовать где-то ошибаться, но по факту тебе это принесёт удовольствие. Вот как ты говоришь, даже научно подтверждено. Ну да, я читала. Главное, да, покупать эти мастер-классы, чтобы они не лежали, а прям вот буквально по ним ходить. Каждая вязальщица ищет свой язык, на котором ей удобнее с миром вязания разговаривать. Именно поэтому ролики на том же самом YouTube по одному и тому же моменту вязания, там, не знаю, набор петель, как связать шапку, как связать свитер, да, как закрыть петли. Их много. То есть, наверное, не знаю, сколько роликов, десятки, сотни по набору петель какому-то, даже самому одному. Но ты, когда начинаешь перебирать их, ты находишь для себя свой, тот, который тебе понятен, тот, который объяснили понятно, взяли правильную пряжу там с твоей точки зрения или похожую на твою. Да, да, да. И ты вот ищешь вот это вот, как сказать, совпадение, да, точку, точку совпадения с этим преподавателем, с этой другой вязальщицей, которая тебе объясняет. Ты точно так же в школе вязания или в каких-то образовательных курсах ты находишь своего преподавателя, который тебе отзывается, с которым тебе хочется дальше расти, творить и делать. Ну, кстати, я жалею, что у нас в детстве не было на уроках труда вязание. Я вот сейчас понимаю, что это было бы очень актуально, потому что у меня в школе лично, вот мне 30 лет, у меня в школе урок труда, что там было, мы шили фартук, ну, как мы, у меня была самая красивая ткань, и я была как-то в лучших отношениях с учительницей, поэтому она на моем фартуке показывала всем пример, все самые сложные моментики за меня проделывала, ну, мне там оставалось буквально там что-нибудь пару строчек или отутюжить. До сих пор, кстати, фартук лежит. Что еще? Вышивали мы гладью, я тогда выпендрилась, потому что девочкам сказали вышить цветочек, и я вышла цветочек, который символ ICQ, вот этот зеленый цветочек с красным лепестком. Я подумала, что это будет так экстравагантно и необычно. В то время мы очень пользовались все ICQ. Ну, и готовили, конечно. То есть, не было ни намека на вязание, ни крючком, ни спицами. Мне тоже не повезло в этом плане. Я помню еще к тому, что ты говоришь, я еще добавлю юбку солнца. О, да, у меня сестра так очень. Но вязания у нас тоже не было. Сейчас я знаю, что в школьных программах вязание есть. Да? Да, но, насколько я знаю, начинается в седьмом классе. Вот моя дочь еще до этого не доросла, то есть у нее сейчас шестой. Вот в следующем году посмотрим, чему их там научат. Чему там научат нас? Ну, посмотрим. Очень будет любопытно посмотреть эту программу, ну, применительно уже, конечно, к себе. Но это тоже будет не очень показательно, потому что у меня ребенок уже вяжет. Да, это не чистый эксперимент. Да, она вяжет и крючком, и спицами, и, в принципе, она все умеет. Я не думаю, что ее там научат чему-то новому. Она там сама всех научит. Да. Мы на вебе фантазируем. Вот мы взрослые, и нам хочется учиться. Как бы выглядела идеальная школа вязания, прям школа, вот если бы это было бы отдельное здание. Как, на твой взгляд, должна выглядеть такая школа для взрослых вязальщиц? По-любому она должна была бы совмещена быть с какой-то кухней или с кафе. Если бы про взрослых вязальщиц говорим. Согласна. Потом можно было бы ее построить от первого этажа до некого четвертого, пятого по уровню сложности. То есть ты заходишь на первый этаж, обучаешься всему, чему только можно на первом этаже, идешь на второй этаж, там в следующая программа, идешь на третий, следующая программа. А еще на первом этаже сидишь, и с четвертого спускаются такие модные, такие умелые вязальщицы, и ты такой, о, я тоже такой буду. А тут идет как бы момент такой лестницы, лестница успеха, лестница роста. Точно там такого интересного можно было бы помечтать, чтобы были удобные места для вязания. Потому что я думаю, что это, наверное, проблема многих, кто вообще вяжет в принципе, это найти себе комфортное и удобное место в своей квартире, потому что многие вяжут не так, как хотели бы. И начать, наверное, надо с этого. Какое-то кресло с подставочкой, с анкеткой для ног, с столик, место для ног, свет, свет, правильно ты говоришь. Подставочка-планшет для этого. Ну, для планшета. Столик для чашки. Да, да, да. То есть организовать себе в квартире такое пространство, в котором вам будет хорошо находиться. Конечно, очень бы хотелось, чтобы у большинства тех, кто вяжет, было еще квадратов на 10 в квартире побольше хотя бы для организации такого пространства. Но попытайтесь, насколько это возможно. У нас, например, не вмещается пока такое кресло в нашу квартиру. Если вот у меня ребенок переедет в комнату к среднему сыну, у меня будет это место для кресла. Оно там, собственно говоря, раньше и было. Пока его занимает детская кроватка. Это намек вам, дети, переезжайте. И я сейчас в теплое время года организовываю себе такое пространство на лоджии. Когда тепло, ну то есть зимой там холодно, а вот на лоджии и у тебя там получается и вид какой-то, да, и света достаточно. Знаю, многие вяжут на балконах. Пишите, есть ли... Да, обязательно. И фотографии. Если в визуальном чате присылайте фотографии, как вы вяжете, какое у вас пространство организовано. Если уж как бы, да, мечтать, мечтать о школе, но давайте начинать мечтать с малого, да. Надо организовать себе, вокруг себя это пространство, у себя дома, полюбить себя, позаботиться о себе. Потому что, конечно, творить надо в комфорте. Я согласна. И еще, сейчас мне пришла такая идея, если мы говорим о качественном обучении, искусственный интеллект и различные технологические премудрости, какие-то новинки сейчас захватывают наш мир. И есть такие VR-очки, очки дополненной реальности. И я вот сейчас подумала, представляешь, надеваешь очки, а там, не знаю, ты становишься этой спицей, и как бы с помощью тебя, тебе же объясняют, куда лететь, куда загибать ниточку. То есть это такое, ну, прям для визуалов, которые почувствуют себя на месте петли, что-то такое. Или сложной какой-то конструкции там. Представляешь, ты вот надеваешь очки, летаешь вокруг этого японского плеча, как-то залетаешь изнутри. Мне кажется, это такой способ понять конструкцию. Вообще, ты прям здорово скреативила. Все, покупаем очки, а я нитки. Действительно, проблема в обучении вязания, она в том, что, конечно, лучше всех обучить вязанию можно тет-а-тет. То есть, когда рядом ты сидишь, и ты прямо показываешь, ты смотришь, кто человек делает, подправляешь какие-то его ошибки, сразу подмечаешь его недостатки. И сейчас у нас в рамках нашей школы вязания ай-нитки. Тоже есть такой момент, что у нас есть, конечно, онлайн-курсы. Мы не можем бросить всех наших клиентов, которые живут далеко и не могут приехать к нам. Но в любом случае, те же базовые курсы, они постоянно, постоянно потоками идут у нас один за другим в магазине, не прекращаясь, потому что, конечно, самое успешное обучение будет с человеком. Лично, да. Поэтому я очень надеюсь, что в этом нас современные технологии не совсем вытеснят. Ну а что, может быть, когда-нибудь мы сможем создать искусственный интеллект Марина Грядова или такой же аватар Татьяны Сивковой, которая будет буквально у тебя в ушах тебе говорить, куда ты эту петлю, зачем я тебе говорила, не надо так накидывать, от себя накидывать. Ласково так, но настойчиво будет в головах. Ну а что, может быть, через 10 лет я вот не зарекаюсь, что такое будет. Будем надеяться, что все технологии, которые приходят к нам в вязании, они все-таки помогут нам расширить вязальную аудиторию. Это та цель, которая у нас стоит, в том числе, и когда мы придумали идею подкаста, чтобы как можно больше людей узнали о вязании, о том, что сейчас это современно, модно, красиво, легко, комфортно, интересно, есть шикарные инструменты, есть огромный выбор пряжи, есть уже вот такие вот полуготовые кейсы в плане вот уже все за вас делали, вам только взять и связать. И хочется, чтобы таких людей было больше, поэтому делитесь нашим подкастом с вашими друзьями, близкими, знакомыми, отправляйте им ваши работы или какие-то ссылки на наш телеграм-канал, на наш телеграм-чат. Каждый из вас способен научить кого-то вязать, предложить людям этот вид творчества, потому что он не просто прекрасен, он еще и очень полезный. Спасибо тебе, Яна, за эту беседу, спасибо вам, дорогие слушатели, что дослушали до конца. Подписывайтесь на нас в любых соцсетях, мы называемся магазин пряжи Айнитки, также вступайте в наш вязальный чат в телеграм-канал, вязальный чат Айнитки, потому что это очень теплое душевное место, где чувствуется поддержка, и вокруг много вяжущих единомышленников. Все ссылки будут в описании к выпуску и обязательно все ваши идеи, пожелания и предложения по подкасту отправляйте нам на почту айниткиподкаст собака.gmail.com Вяжите с удовольствием. Ваши Айнитки.